Так, господа, вот это вот безобразие нужно исправлять 70% без подписки. Если вы из моего альянса, то мне вообще обидно и неприятно. Если вы из какого-то другого дома, ну, подпишитесь, вам не сложно, мне приятно. В общем, пока не упадет хотя бы на 30%, хотя бы не станет 40%, пусть будет вместо заставки на моих видеороликах. В принципе, всё. Всем приятного просмотра. И всем привет, сегодня решил записать гайд на обновлённую стражу. В общем-то, начнём, как обычно, с небоевых характеристик. В общем, 320 лидерства, пополнение боезапаса тоже скажу, потому что это важный момент. Целых 12 или 13 тысяч, там, чуть больше 12, по-моему, или под 13. Короче, много. Что касается трактатов, вот такие трактаты я поставил. В принципе, убийцы отрядов, убийцы героев, защита от проникающего, это прям без вариантов. Дробящий или рубящий урон решайте сами, потом расскажу, что да как. Вот. Ну и здоровье им поднял, почему бы и нет. В общем-то, трактатов каких-то уникальных фиолетовых на этот отряд у меня нету. Либо их в игре нет, либо у меня, не знаю. Пойдём дальше. Таланты. Давайте сразу перейдём вот не к этому, а вот к вот этому моменту. Здесь две характеристики, которые больше всего нас интересуют. Это скорость движения 3.8. Ну, скажем так, черепашка быстрее бегает. И вторая, и вот характеристика защиты. Чтоб вы понимали, вот у этих вот 16 дуриков брони больше, чем у вашего героя. Дробящего, то есть проникающего, у меня сет на ПГ, которым я хожу, крафченный, там, золотой, красивый, ммм, сказка. 1100, я палаш, фулл стойкость. Здесь 1300 и 1076, да, дробящего чуть меньше. Но, как бы, дробящего не так много в игре. Плюс, плюс, сейчас скажу, очень тяжёлая броня. 17 процентов, весь входящий урон в ближнем бою снижает. То есть, брони просто нереальное количество. И хп 13000, что тоже немало. Что касается ветки прокачки. Верхняя ветка, без вариантов, всё остальное вниз. Среднюю ветку играл, мне сказали, что ерунда. Перекачался, ну и вправду оказалось, что лучше. Довольно долго я этот отряд тестил. В принципе, по небоевым характеристикам всё. А, чуть не забыл. Здесь, кстати, должно быть умение отхила, а его нету, кстати. Ха, интересно. В бою есть. В общем, натиск. Натиск, натиск, обычный натиск. Тойоте в направлении противника. Отряд прибегает, бьёт. Вот, что нас интересует. Это тигринный шаг, мать его. В принципе, можете почитать. Но, если вкратце, то теперь стража в ближнем бою хорошо дерётся даже без ХВ. То есть, нажимаете это умение. Они делают какой-то там рывок. Подбегают противнику. Бьют. В общем, урона теперь у стражей в ближнем бою хватает. Очень большой плюс этого умения в том, что оно длится целых 12 секунд. То есть, в замесе, скорее всего, вот от начала и до конца замеса, это умение будет действовать. Также это умение не сбивается. То есть, если вы начнёте отряд контролить, зачем вам это, я не знаю. Но, если вдруг начнёте, оно будет действовать. Во всяком случае, анимация этого умения, а именно, у них будут гореть руки, да, я не знаю, там, красные ручища у них будут. Вот, и сами они покраснеют вроде. Но руки точно горят, это прям без вариантов. То есть, оно не собьётся, оно не прекратится, а анимация будет. В принципе, это умение, вот как я уже говорил, позволяет страже хорошо чувствовать себя в ближнем бою. Всё, в принципе, по небоевым характеристикам я закончил. Можно переходить непосредственно к бою. В общем-то, начнём с общего. Как себя чувствует стража в бою, в принципе. В общем, два есть оружия. Это булава и мечи. В принципе, раньше все бегали с булавами. И я тоже стартанул по старой памяти с булавой. Бегал с булавой. В принципе, неплохо. Но потом увидел вот сообщение. Сейчас при монтаже вставлю. И решил побегать с мечами. В общем, если подытожить, то мечи и вправду в ближнем бою рубят лучше. В среднем вы врага убьёте с мечами быстрее, чем с булавой. Но при этом в натиске булава лучше, чем мечи. То есть, у вас есть вариант взять булаву, дать натиск, подбежать к противнику, взять меч и начать мечом рубить. Но здесь есть огромный минус. Три секунды, пока они будут менять булаву на меч, их будут бить. И вы ничего с этим не сможете сделать. Как по мне, меч и булава менять что-то на что-то. Просто шило на мыло меняете. Да, меч бьёт лучше в ближнем бою. А булава бьёт, соответственно, в натиске лучше. Что вам важнее? Лично я бегаю с мечами. То есть, я даю натиск с мечами, я дерусь с мечами. И я, соответственно, не меняю на булаву. Не парюсь по этому поводу. Возможно, зря. Но, честно говоря, во-первых, на пятёрочку жать неудобно. Во-вторых, вот это три секунды, пока меня бьют, а я ничего не делаю, меня тоже не очень сильно устраивает. Вот. С мечами, с булавами разобрались. Как действовать в бою? Ну, даете натиск. Потом нажимаете двойку. Нажимаете тройку. Ну, в принципе, всё. Что касается отрядов, с которыми мы встречаемся в обычных осадах. Начнём с коней, потому что от коней у меня горит больше всего. Если у вас есть натиск, то противостоять коннице вы хоть как-то да можете. Во-первых, нужно точно с булавой натиск давать. Во-вторых, вы либо разменяетесь с конями, либо же вообще их убьёте и ничего не потеряете. Там зависит от конницы, рыцарь ордена, допустим, размен. А, например, с баннеретами убьёте их, да? Но, если у вас этого натиска нет, какая же вам габела от этих коней? Они просто взрывают вашу стражу. Просто приведу пример рыцарей баннерета. Гвардейский отряд слабее, чем Т6 отряды, которые играются от натиска. Снёс мою стражу просто в салат. Просто человек пять, наверное, осталось. Мечи переживают лучше рыцарей баннерета, чем стража. Хотя у стражи и хп больше, и брони больше, всего, сука, больше. Но при этом живёт она куда хуже против коней. Вообще она, в принципе, хуже живёт, но к этому моменту чуть позже. Также у меня был случай с баннеретами. Меня заебашили баннереты. В тепличных условиях просто нас было больше, ну, именно героев. Да, мой отряд, плюс несколько героев союзных, и один враг с баннеретами. Он их даже не контролил. Он просто через двоечку их там вёл за собой, грубо говоря. И они просто разъебали мою стражу в пух и прах. Какие-нибудь паладины. А за собой любой отряд мечников в этой ситуации бы выжил, не поднёс никаких потерь, и при этом убил бы баннеретов. Это же дура. По-моему, пять человек у меня осталось. Это просто какой-то пиздец произошёл. Я ещё пять минут охуевал после этого. То есть, стража против коней без натиска вообще ничего не может. То есть, если сравнивать её с Мадао в этом плане, то Мадао 100% лучше. Да, в натиске что-то может. Но без натиска конница переедет вас просто без шанса. Что касается пехи. Давайте перейдём к пикинёрам. Тоже полный пиздец, трэш и ватханалия. Я не знаю, продвижение даёт своё продвижение, вы даёте свой натиск, и стража просто разлетается в пух и прах. Это просто какой-то трэшак. Я не знаю, такое чисто, как будто у меня не стража, а кони, знаете, чисто я не понимаю. Рыцари ордена, когда влетают в продвижение, они так сильно не страдают. То есть, от продвиги ваша стража, вот вы видите продвижение, всё, не думайте туда натиск давать. Лучше подождите, переждите. То есть, убивает без шанса. Дальше форточки, алебарды. У нас нет щита, поэтому тоже мы страдаем. Да, форточки можно как-то заебажить, алебарды можно опрокинуть. Но всё равно эти отряды мы побаиваемся. Особенно продвижение, как я уже сказал. Дальше стрелки. Тоже нас ебажат. Просто в пух и прах. Особенно дротики. Дротики вообще, видите, дротики, бегите от них. Просто, а вы не можете, у вас скорость 3.8. Просто убьют вас и не почувствуют. Стрелки, арбалет с повезами, мушки, это дротики. Всё это, ух, сказка. И получается, у нас остаются мечники и коробки. Вот с этими отрядами мы справляемся более-менее нормально. Если мы подытожим, то стража, в принципе, неплохо воюет с пешими отрядами типа мечей и коробок. И все остальные отряды она боится. От всех остальных отрядов она отлетает. Но, ладно. Попик. Самый большой минус, помимо скорости, потому что скорость это тоже полный пипец. Это её выживаемость. Её у неё нет. Вдумайтесь. У отряда, у которого, сколько, 13 тысяч хп, тысяча, почти 400, 1400 брони проникающей, там, тысяча плюс брони рубящей и 17% резиста от любого урона в игре, нету выживаемости, блять. Чтобы вы понимали, баннереты, которые влетят в берсов, они убьют два берса, и все остальные берсеркеры выживут. И потом ещё пиздок дадут этим баннеретам, если они не убегут. Стража, в свою очередь, почти вся сдохнет. И если баннереты захотят её добить, они её добьют. В замес вы влетаете. Если замес буквально чуть-чуть не в вашу сторону, стража тоже сдохнет очень быстро. То есть, стража выживет в замесе, только если замес уже априори выигран. У неё неплохой натиск, она неплохо может залететь. Натиск булавой неплохой. Если вы играете через мечи, то у вас такси натиск. В ближнем бою вы нарезаете больше, но при этом умираете моментально. Просто в момент. И какой можно подвести ко всему ещё один, так сказать, заключающий итог. В общем, стража как была, так себе отряда, так ей и осталось. Только раньше она была ещё хуже, потому что в ближнем бою и бить не могла. То есть, раньше у неё был только натиск, теперь у неё есть натиск плюс урон в ближнем бою. Но вот этой выживаемости немаловажный факт. Похуй на скорость, похуй на лидерство. Похер то, что она стоит 12 тысяч, а там боезапас её один раз пополнить. У неё нету выживаемости. Дайте ей выживаемость, как она была раньше. Я помню, какая стража была раньше. Просто ты даёшь натиск, она там ебашится, и её никто убить не может. Её вообще похеру, кто её убьёт. Сейчас её убивает просто продвижение в продвижение. У продвижения в принципе урона нету. Это суппорт-отряд. Откуда у неё столько демэджи? Я понимаю... Не, не надо мне это объяснять в комментариях. Я прекрасно понимаю, что стража разгоняется, бежит на пике. Из-за этого вылетают большие цифры урон. Но это всё равно перебор. К тому же 1400 почти брони, сука. От проникающего. Плюс 17% резиста. Это ж... Да хера! Почему она дохнет так быстро? В общем, дадут ей выживаемость. Она заиграет. Вот без вариантов. Она заиграет. Похер, что она там... У неё есть свои минусы, которые я уже перечислил несколько раз. Но вот дадут выживаемость, и стража начнёт играть. Сейчас нет, нет и ещё раз нет. Чё бы вы там ни придумывали. С чем бы вы там ни бегали. С мечами, с булавами. Как бы вы её не выкачивали. Средняя, верхняя ветка. Без выживаемости этот отряд играть не будет. Всё, в принципе, рассказал. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok